Детский сад и школа в ближайшие годы будут построены в новом жилом квартале на окружном шоссе. Городские власти подали заявки на участие в федеральных целевых программах. Наиболее острая нехватка дошкольных образовательных учреждений выявлена в районе улицы Ахмыльцевской. Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель мэра Вологда Сергей Варапанов, решать этот вопрос планируется двумя путями. Один из них – приобретение уже готовых помещений. Второй вариант – строительство новых зданий. Со своей стороны мы подали заявку в Минстрой. На сегодняшний день эта заявка находится на рассмотрении в Департаменте экономики Минстрой. Проектная документация там выполнена, проект привязки выполнен, земельный участок понятен. То есть все вопросы по подключению к инженерным сетям тоже решены, все тех условия есть. Поэтому я надеюсь, что если будет принято решение, то в 2018 году мы начнем строительство этого детского сада. Планируют строить в Ахмыльцево и новую школу. Здесь за последние годы было возведено наибольшее число многоэтажек. Проект учебного заведения возьмут типовой – для экономии средств. В ближайшее время делегация специалистов Вологда отправится в Киров, где построена новая современная школа. Вероятнее всего, в областной столице используют этот же проект. Тем более, что Киров готов предоставить его бесплатно. Речь идет о трехэтажном здании на тысячу учеников, где предусмотрены два спортивных зала, бассейн, библиотека, столовая, учебная аудитория. Такой опыт уже есть. Новая школа, но по Казанскому проекту, сейчас возводится на улице Северной. Ожидается, что свои двери новое учебное заведение распахнет 1 сентября 2018 года. Екатерина Олейникова, Михаил Протасов, Вологда РФ